да нет мешай иди сюда мешать но пошли со мной мешания да чё ты там ломаешь мне засранец иди сюда привет друзья вы на канале сурвагер и мы продолжаем выживать в игрушки блайт я после прошлой серии немножко вынужден был перезаписать после сохранения потому что у меня там плохо записался звук в итоге у меня есть все предметы которые были по концу той серии но единственное что не прибежали койоты потому я сейчас без мяса но в инвентаре у нас попался кролик я добыл кролика так что могу пожарить кролика вначале сделаем соль а потом пожарим кролика какие у меня планы я также нарубил дерево на 8 часов у меня тут дерево есть в костре то есть на ночь по идее хватит и я хотел бы прямо сейчас заняться тем чтобы переплавить нашу медь и латунь то есть медь и олово чтобы получить латунь сделать лезвие для топора потому что пор уже приходит в негодность и лезвие то есть нож бронзовые давайте все заготовим 90 меди и теперь там по моему 1 к 6 идет значит подожди не так не так не так давай-ка вот как то вот так вот подожди десяточка должна идти десяточка и сюда еще единичку все хорошее качество и теперь сюда нужно закинуть угля чтобы это все переплавить а до этого перед тем как это сделать мне понадобится лезвие топора нож и гвозди потому я предлагаю сделать следующее я возьму глину сделаю еще одну форму для гвоздей чтобы лишний раз не тратить уголь значит гвозди вот они гвозди делаем так хорошо гвозди есть глину я скину пока что сюда обратно кстати тут нужно вообще выкинуть куда нибудь потому что вряд ли это будет использоваться скину его куда-то вот сюда вот потом если что может быть понадобится потом подберу так значит так у меня есть еще уголь и да да тут куча угля отбираем все это мне пригодится сейчас сейчас будем плавить медь делать бронзовые предметы а где еще вот все угля здесь нету хорошо мишка ходит но ночью мишка не страшно вот днем если мишка придет то будет уже очень-очень больно значит так мне нужно закинуть угля на 47 минут десяточка сколько даст час много 53 минуты 46 ну вот так вот погнали плавим это потом добавим еще три грамма вот этой вот бронзы и все у нас будет нормально пока плавится у нас тут приготовилась соль закинем кролика пусть готовится кролик лишние материалы я наверное пока что скину уголь и олово скину сюда пусть будет здесь а соль у меня хранится здесь следующее что хотел бы сделать это сделать еще один ящик у меня есть веревки вроде бы да где-то были веревки а в рюкзаке сделать ящик и поставить его поставить его где-то здесь вот вот так вот как-то вот будет ящичек замечательно еще один и наверное сюда час приложу все вот этот материалы которые у меня хранятся где-то где-то здесь кожа вот это вот ей тут не место вместе с продуктами кожа там не место и также наверное стоит переложить уголь поближе а вот глина уже не поместится да да глина уже не поместится и кожа тоже не помещается короче нужен еще один ящик но на него у меня наверное не хватит веревок скорее всего не хватит значит так твою мать а кстати мясо иди сюда подожди это волк не на волк это страшно иди сюда так вот хорошо так получилось ничего то ему как-то урона совсем не нанес волчара иди сюда так и нужно чтобы он где-то поближе к лагерю был потому что но мне нужно его разделывать я бы хотел его разделывать спокойно иди сюда сюда иди зараза да что ты будешь делать я напугал волка болин мясо убежала ну ладно так говорится не повезло немножко не повезло 1 съем тогда кролика когда он приготовится но он приготовился уже когда так вот еще плавится это еще плавится кролика можно съесть сейчас сидим так отравление у меня по-прежнему 08 еще терпимо когда будет единичка там скорее всего будут уже дебаффы а дебаффы не хотелось бы так плавится еще 13 минут можно заняться следующим у меня есть долото то есть не долото астамеска и оказывается ручки плохие можно с помощью этого инструмента переделать хорошие ручки если с ними собрать инструмент то он перестанет разваливаться я сделал это и не не посушил твою мать и опять не успею 9 минут а может хватит может быть хватит времени 12 до я надеюсь хватит успею поставить еще одну форму и залить двое гвоздей так что там 7 минут он пока суть до дела значит так разбираем кувалду и наверное отойду от воды потому что очень шумно разбираем кувалду и теперь вот у нас плохая ручка выбираем ее рецепты и с помощью стамески делаем хорошую ручку вот теперь это хорошая ручка с помощью нее собираем уже кувалду обратно замечательно так кувалда есть то же самое делаем с киркой обязательно так разобрали создаем хорошую ручку и собираем уже с помощью этой ручки кирку с нормальной ручкой теперь кирка у нас разваливаться не будет замечательно прекрасно так нас там уже наверное переплавилась все да да все переплавилась подожди ка он поплавься пока что что здесь 91 91 давай быстрее надеюсь успею сто процентов успею 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 так забрали так где ну вот она place и вот сюда вот ставим где-то вот так вот все успел и теперь заливаем заливаем форму для лезвия топора заливаем форму для ножа бронзового и остатки тратим на гвозди раз и два все это сюда и теперь можно было бы конечно еще переплавить дождемся пока затвердеет и добавим уже эту бронза тоже хорошая бронза так что с этим все нормально значит так сейчас нас остынет лезвие остынет нож нож для него ручка не нужно потому его можно будет сразу использовать следовательно я наверное старый нож просто возьму и скину что еще не переделал не переделал я ручку для пилы я вот не знаю стоит ли этим заниматься по идее на это никаких ресурсов не уходит потому можно это и сделать хотя пила у меня никогда не разваливалась создаем хорошую ручку и собираем заново пилу возможно также лезвие будет хуй меньше портится если у нас пила будет с хорошей ручкой я надеюсь что это так так далее что еще я должен сделать пока не лег спать чтобы не тратить время да по идее как бы наверное ничего сделать и не могу могу скинуть палочки а подожди-ка подожди-ка а если я сделаю например сейчас еще одну ловушку и пойду я поставлю где-то там где не ходят волки и и так далее так палки я скидываю и сейчас скину еще веревки сюда уже не поместится наверное придется скинуть веревки сюда и попробую поставить ловушку для кроликов где-то ну давайте здесь поставлю вот как то вот так вот может быть на утро кто-то и попадется будем на это надеяться так я хочу ужасно пить потому стоит подумать о том чтобы накипятить воды так давай-ка опустошим флягу внутрь себя потому что воды прям было совсем мало так 68 из 100 замечательно сейчас будем наполнять флягу наверно наполним флягу потом уже можно будет подумать о том чтобы лечь спать так палка наверное стоит камни куда-то отсюда убрать подальше потому что здесь камням ну как бы не место так раз два но это я уже утром сделаю когда будет безопасно потому что он медведь ходит там он ходит койот кстати койот кстати по поводу койота кстати о птичках зараза иди сюда убежал да убежал зараза так заполняем нашу флягу и опять же идем за водой так и кипятим обязательно кипятим так цветочки я храню здесь где-то а вот этот можно выкинуть потому что это нигде не используется жаль конечно давайте наверное эти росточки скину в рюкзак и пусть они там валяются когда-нибудь возможно после какого-то обновления это пригодится возможно так что еще могу сделать такого полезного чтобы потом утром этим не заниматься ну кроме воды кроме того чтобы на кипятить воды я думаю что больше ничего сделать не могу хотя нет подожди ка у нас готов нож готово лезвие для топора и готовы гвозди даже а гвозди мне нужны зачем для того чтобы сделать верстак верстаки наверное буду делать уже утром так наполняем или может сделать сейчас чтобы не тратить время все-таки блин мишка меня беспокоит он так близко ходят здесь прям совсем близко так сюда подойти не могу так 27 грамм по идее могу сделать еще два десятка гвоздей но стоит ли мне бы также нужно сделать наковальню я хотел бы сделать не бронзовую остальную наковальню потому что бронзовая наковальня очень быстро ломается и мне это совсем не нравится она бронзовую наковальню нужно разбить целых два камня бронзы а это уменьшит срок жизни кирки короче нужно планировать жестко 150 миллилитров я так или иначе два камня разобью так нужно будет поставить еще одну палатку где-то здесь вот ладно это будем делать уже днем чтобы вы все видели потому что сейчас вообще ничего не видно заполняем опять же флягу и остатки допиваем сейчас еще поставим водичку грец и наверное пойдем уже спать так давай-ка так давай-ка что насыщение должно длиться гораздо дольше так водичка готовится цветочек готов нет еще не вырос 6 часов будет гореть костер этого наверное маловато но посмотрим сколько нужно времени чтобы выспаться и тогда уже будем решать стоит ли добавлять а что там похоже кожа готова здесь у нас что кстати спасибо в комментариях написали что можно оставлять кувшин прям тут и постоянно наполнять это очень круто так это это уже готов готовая кожа койота так две кожи давайте закидываем две кожи койот чик койочек короче шкуры койота встакаются по 2 шкуры кроликов стакаются больше потому их наверное стоит под накопить и потом уже сюда закинуть чтобы не тратить место здесь у нас пока что ничего не обрабатывается койота мне хотел бы на меня напасть очень жаль но нет ладно ладно чё там вода готова на воды я наверное выпью выпью полностью и на утро поставлю еще водички так окей хорошо я думаю что можно ложиться спать сколько там нужно чего и как значит так утро наступит через пять часов нам нужно поспать восемь часов не меньше восьми часов а костер от горит 6 23 следовательно идем и сейчас докинем дров это было больше восьми часов 801 нет давайте наверное сделаем хотя бы вот так вот 850 это по моему идеальный вариант после того как мы проснемся костер будет гореть еще час и это очень удобно животные нас по крайней мере не тронут все идем спать так утро на стане через пять часов спим мы восемь на 847 костер горит поехали хорошо поспал как так пить и особо не хочу гвозди мне есть давайте ставим палатку наверное еще одну как я и планировал для этого мне понадобятся палки и что еще кстати кают что делаешь это уже испорченной палки по моему и кожа понадобится а кожа у меня полно это мы знаем так раз два три вот так вот палатку я думаю поставить где-то где-то вот здесь вот и под ней уже поставим верстак единственное что почему-то она вот вот так вот по моему будет идеально так хорошо теперь теперь просто переходим на молот и ставим палатку кстати у вас палатка может быть недоступна если вы играете именно в демо версию у меня версия playtest которую я успел получить еще когда появился playtest сейчас возможно доступна только демо версия так что у вас палатка к сожалению может быть недоступна так хорошо палатку поставили следующее что хотел бы сделать у меня есть гвозди и я хотел бы поставить верстак верстак это очень полезная штука поставлю его как-то под углом чтобы он мне не мешал ходить вот как-то вот так вот к стеночке и чтобы он был под навесиком ну вот как-то вот так вот и теперь для того чтобы сделать верстак мне нужны короткие планки 6 штук и 12 длинных планок для этого нужно что сделать для это нужно срубить дерево а дерево мне так или иначе придется рубить потому что мне надо делать ручку для топора на случай если пойдет дождь я скину кувалду сюда железную чтобы она у меня там в инвентаре не ржавела и кожу и ну сюда ножик ножик пусть будет здесь пила мне тоже пригодится сейчас и плап палочки тоже скину вот сюда вот где-то это лишнее кстати хотел убрать ко мне и я их наверное уберу потому что бегаю спотыкаюсь об них я думаю что камни если будут валяться здесь никому не мешать не будут и никуда они не денутся вот хорошо так ну что пошли рубить дерево так это валерьяна валерьяна мы помним она для того чтобы персонаж хорошо спал мне сейчас спать хорошо не надо мне нужно хорошо есть выбираем самое большое дерево начинаем рубить наконец-то дерево я срубил с горем пополам осталось теперь его напилить на планке значит так я кстати не выложил стамеску она мне сейчас не нужна берем в руки пилу и начинаем пилить дерево так готово планки длинные есть не знаю сколько их а ну-ка давайте их подберем отнесем к нашему верстаку и посмотрим хватает ли их я думаю что не хватит и придется еще пилить планки так это тоже подберу вот эти все мелкие ветки это мне все пригодится иначе потом забуду и там ходил медведь где-то и меня это беспокоит где-то там ходил мишка который днем костра не боится и от него только убегать придется так верстак верстак у нас 1 2 а чё так мало как-то маловато получилось неужели все дерево уйдет на то чтобы сделать верстак так а знаете что а ну-ка дай-ка мне одну короткую планку крафт и сделаем ручку для топора потому что дерево придется скорее всего еще рубить делаем ручку для топора и сразу же ее наверное улучшаем да обязательно улучшаем мы ручку топора без звука но что же создаем топор новый топор старый можно выложить старый нам сейчас уже не нужен так значит выкладываем старый топор заменяем на новый и выкладываем наверное стамеску в ближайшее время на мне не пригодится ножик в инвентаре это пойдет сюда палочки со стакой мы скину здесь вот так сюда еще можно скинуть наверное сталь которая у меня валяется но счет места под нее не очень много и пойдем дальше пилить нашу древесинку так выбираем пилу и давай опять пилить так хорошо есть и короткие планки есть длинные планки это надеюсь этого всего мне хватит для того чтобы закончить верстак а сейчас еще нужно будет побеспокоиться о том чтобы поесть потому что голод наступает еды у меня с собой никакой нету единственная доступная еда в этом лесу это ягоды а ягоды как-то маловато так длинные планки готовы и коротких планок не хватает ну что ж значит в другой раз сейчас берем в руки топор и погнали наверное искать еду кролики не попались кролики не попались и здесь тоже до пусто здесь тоже пусто давайте-ка наверное это подберу и поставлю где-то здесь вот наверное пусть стоит где-то здесь возможно там кролик попадется по идее и у него шанс будет бежать оббегать дерево оббегать мне и как раз он сюда и попадется но это в лучшем случае а сейчас мне нужно искать что-то поесть вроде ягод хотя бы потому что с таким голодом жить некомфортно пойдем искать пропитание так значит кусты ягод есть это хоть как-то меня спасет сейчас я так же и пить хочу но по идее у меня фляга полная за это я не переживаю вижу еще грибочек но грибочек это для того чтобы снизить вот это вот заразу в первую очередь конечно же конечно же еда жаль нельзя компотик сделать из ягод с водичкой сварить и я думаю что это утолило бы голод чуть больше ну на капельку так это что это у нас полезная штука вроде бы не помню что делает но полезная так собираем опять же ягоды и смотрим по сторонам вдруг не дай бог какой-то волчара или койот подберется хотя койоту я бы сейчас был бы рад койоту на мяско разделать и и все пучком так док бэйн тоже надо бы подобрать о еще грибочек слушай и вот эти вот полезные штуки это прям просто бомба это семечки которые мы жарим о еще шишка и шишек мы получаем орешки они тоже утоляют голод пока далеко не ушел давай текая наверное где-то здесь стану и поем ягодок ну что голод более-менее утолили можно идти дальше идти дальше по грибы да по ягоды ну и по другие растения так как лечебная или не лечебная вижу еще грибочек и и шишку собираем абсолютно все молочные растения вот эти вот молочные растения из них мы получаем семечки которые препятствуют при поедании еды препятствуют увеличению вот это вот параметра отравления я так думаю вроде бы это так работает я правда там не понимаю что значит проценты wild garlic подберем вдруг появится кролик вдруг я смогу его очень вкусно приготовить так это тоже сюда шишки тоже подбираем есть ягодки и опять же wild garlic я думаю что сейчас я наверное эту штуку подбирать не буду потому что чеснок портится чеснок портится и много его собирать нет смысла пусть растет я потом в случае чего сюда просто приду и его заберу так ладно немного подъели совсем чуть-чуть надо бы возвращаться на базу вдруг там что-то попалась в нашей ловушке я конечно очень сильно сомневаюсь что так о койотина иди сюда в смысле замечательно это то что мне было надо еда сама пришла кайф 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 класс сейчас ягодки сидим нажарим мяско и пойдем рубить дерево и делать все-таки верстак верстак очень полезная штука прям мега полезная ну да я уже начинаю голодать по чуть-чуть это не очень хорошо так а с этой стороны у нас уже отравление разработчик рассказывал что вот эти вот зоны отравления они под воздействием ветра перемещаются это очень интересно так кожу еще заберу а вот жир и кишки забирать не буду когда появится рецепт на то чтобы засаливать колбаски чтобы они хранились дольше тогда будет иметь смысл сейчас жир жир можно было бы собрать если бы факел отпугивал животных но факел животных не отпугивает потому смысла в факеле кроме как ходить с ним ночью нету никакого валерья но я не подбираю идет она лесом и пусть там и растет так кролики не попались кстати жир а здесь а здесь кожа от кожи нету места давай-ка съем ягодки и соберу еще кожу новым ножиком это прям одно удовольствие две минуты всего две минуты так окей кролик не попался здесь здесь тоже пусто ну что поделать что поделать пока что значит не везет так значит так это я могу подобрать да могу костер закидываем мясо а так же закидываем веточки и а блин я должен попить и и теперь готовим мяско замечательно так что сюда скинул сюда я скину вот этот корень и шишек я сейчас это тоже скинул и и это тоже скину чеснок из шишек я достаю орешки кедровые и сейчас их тоже стопчу так сколько орешков 60 цветочки на просушку чё там по времени тридцать одна минута двадцать шесть минут но в целом хватит пока так кожу тоже на обработку кожу тоже на обработку здесь похоже что здесь кожа уже готова блин куда и девать кроличьи кожу сюда а это чё а это это соль сюда кожа уже не поместится да да сюда кожа не помещается давай-ка наверное железо я отсюда заберу и сюда закину кожу железо пойдет пока что видимо сюда потом отсюда уберу так костер также закинем пустые шишки пусть будет и едим тогда едим орешки они утоляют голод но добавляют жажду но я согласен с таким положением вещей я согласен так немножко поели добавить сделается мяско еще поедем мяско а сейчас можно наверное перекрафтить вот это вот пока там готовится мясо и придется идти рубить дерево но уже с новым топором так веревочки пойдут сюда знаете что нет я наверное накоплю веревок на еще один ящик и ловушку делать не буду пусть валяются там ну и палочки состакую вот с этим и скину сюда пока там готовится мяско пойду-ка я наверное срублю еще одну одно дерево большое ну например вот это вот а получается гораздо быстрее слушайте прямо одно удовольствие даже наверное ускорять не буду потому что хочу чтобы вы тоже насладились этой скоростью рубки дерева так собираем все ветки обязательно ветки тоже полезная штука вот это вот все вот это это все собираем и сейчас будем пилить так давай-ка вот с этого конца зайдем берем в руки пилу и погнали так хорошо планки есть по моему я там не хватало коротких планок но мы из длинных можем перекрафтить планки в короткие или того что я сделал хватит сейчас будем смотреть следующее что я хочу сделать это порубить это дерево на на бревна большие и забрать в лагере так раз и два и наверное сейчас возможно стоит подумать про вечер и про дерево так это готово что у нас требуется требуется еще три коротких планки у нас есть две значит так две коротких планки делаем все добавляем и теперь переходим на молот который у меня в рюкзаке нету потому что его скинул временно и создаем подожди к а пока я буду создавать 25 минут я думаю что хватит думаю хватит бревна я из рюкзака выкину теперь переходим на молот и создаем наш верстак так готова и теперь как работает верстак сейчас я вам все это расскажу и покажу это очень интересно не знаю правильно ли это работает или нет но пока что это можно использовать значит берем испорченные инструменты подходим к верстаку и закидываем их в специальные ячейки и теперь при крафте можно выбирать инструменты которые нам нужны например я что хочу скрафтить ну допустим допустим я возьму один камень и хочу сделать из него мелкие камни у меня в руках нормальный молот а здесь у нас по такой вот испорченный и здесь я просто беру выбираю испорченный молот и с помощью него уже крафчу камня и скорость по моему не падает в этом случае вот так вот это и работает наверное еще один камушек 4 возьму сделаю еще метки наверное так крафт да и поставлю метку где-то здесь поблизости все таки путешествовать когда-то придется и меток заготовить не помешало бы так окей хорошо с этим закончили и сейчас наверное нужно идти и добывать кстати мясо давай ка заберем его я наверное пожарю сейчас немного семечек вот таких вот 25 минут но планки мне сейчас не нужны потому я наверное их закинул пожарю немного семечек и потом уже когда буду есть семечки тогда уже после семечек буду есть мясо по идее в этом случае мы не получаем отравление или получаем его гораздо меньше даже что хотел бы сделать это сварить напиток из грибов чтобы опять же снять отравление пока там готовится наверное пойду ка я еще на рублю дерево дерево лишним точно не будет с рублю ка я наверное вот эту вот сосну так подбираем и сейчас наверное все это переделаем в фаервуд да нет мишань иди сюда миша ну пошли со мной мишаня да чё ты там ломаешь мне засранец иди сюда вот сволочь все вроде бы отстал как же он не вовремя а ну теперь ремонтирую еще мохнатая жопа еще и черная мохнатая жопа так стоп пошел дождь и дождь это не очень хорошо значит так подожду бегать с кувалдой не рекомендуется и с киркой тоже короче мишка днем огня не боится забираем вот это вот семечки так что у меня может испортиться ничего у меня вроде бы железного нету так филу пока что временно скину и что там по костру костер 41 минута пойдет фу я что-то так перепугался что забыл что хотел сделать так едим где-то три семечки и одно мяско так 08 больше стать не должно можно съесть еще одно мяско нет подожди давай-ка добавим семечек пару штук и теперь едим еще мяско вроде бы так это и работает я точно сказать не могу следующее что мы сделаем это накипятим водички и сделаем грибной отвар забирай все дым и давай делать грибной отвар так это я заберу скину вот сюда вот следующее что мы сделаем это пожарим все остальные семечки гребаный дождь как он не вовремя а пока суть до дела давай-ка я переработаю бревна ну вот выбираем топор который потороченный и просто перерабатываем бревна на верстаке и получается это очень быстро по-моему так же быстро как и с обычным целым топором так окей хорошо заготовка готова лучше брать по одному потому что мишка опять прибежит и будет не очень хорошо так ладно это я пока оставлю потом у нас готово теперь добавляем грибочки и варим хороший напиток так двадцать восемь пятнадцать все дождик закончился хорошо что там по коже почти готово здесь у нас что удивительная вещь удивительная вещь кожа которая лежит внутри этой ванночки она вроде бы и так мокрая но у нее также появляется значок того что она мокрая то есть она во время дождя еще мокрее мокрого да удача дождик не помог наполнить так вот сюда и вот замечательно кожа у нас обрабатывается хорошо что у нас здесь водичка так все давай пьем грибной напиток и снимаем себе немножко отравления и нужно поставить еще водички чтобы а подожди какой водички да надо поставить водички чтобы попить еще на что обращаю ваше внимание на то что сейчас один момент обращаю ваше внимание на то что после дождя также звук меняется при ходьбе персонажа по земле тут у нас появляется звук грязи такой шлепанный шлеп 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 и сам бит земли меняется он становится мокрым это проработка на мне просто до сих пор шокирует возможно со временем это разработчик уберет ради оптимизации но сейчас то выглядит и звучит очень круто так водичка кипятится потом у нас пойдут семечки или соль вначале соль потом семечки что еще хотел сделать это наверное пойти и добыть меди так берем в зубки кирку медведя я угнал где-то вон туда то есть по идее здесь его быть не должно а подожди у меня там камни есть ладно давайте дальний добудем вот этот вот а потом уже будем думать о тех что ближние а это а а а и а а а Так, значит, добыли мы камни Я думаю, что мне не надо Я их сейчас скину вот сюда Мне нужно только медь Но она лежит среди камней, потому камни неизбежно подбираются Так, все, тут остались только камни Этот камень скидываем Итого, сколько у меня меди Итого меди у меня 8 камней Для того, чтобы сделать наковальню бронзовую Нужно сколько? 150 Мне пока что не хватает Значит, надо еще один ящик делать 100% нужно делать еще один ящик Так, куда бы скинуть пока что? Давай-ка сюда И пойдем добудем Сейчас еще Один камушек И этого должно хватить Так, водичка пьем Замечательно И ставим жариться семечки Все, пусть жарится Час 13 За это время я успею добыть То, что мне надо Добыть я хочу Один из этих камней Поехали Так, друзья Этот камень мы добыли Сейчас посмотрим Сколько у нас в итоге получилось меди Я думаю, что ее хватит Для того, чтобы сделать Нашу наковальню новую Так, кролики не попались, да? Да, пока что никто не попался Но будем ждать Так, семечки еще готовятся Это такое Значит так Забираем отсюда нашу медь Итого у нас получается 15 камней Этого должно хватить 150 миллилитров примерно должно и выйти Да, если бы не повезло Было бы с камня меньше меди То пришлось бы бить еще третий камень Ну да ладно Теперь переходим сюда Выбираем А, у нас тут выбран Поломанный молот И разбиваем все Абсолютно камушки Все абсолютно медь Дробим для переплавки Так, ну что же Всю медь мы передробили Это было довольно-таки Утомительное занятие Но мы справились Следующее, что я предлагаю сделать Это заправить Нашу половильню И посмотреть Хватит ли угля Тихо Опять медведь Да что ты будешь делать? Мишка, ты запарил Ладно, он Уходит Вроде бы Ну вот и уходи Значит так 27 миллиграмм То есть Грамм у нас есть Давай-ка сюда Так Крашеная медь В смысле крашеная Раз это самое Дробленая Теперь добавляем Получается 10 10 олова И будем по единичке Добавлять Чтоб получилось Хорошее качество Опять же Напоминаю Добавляется По единичке С помощью Control Предмета Так Пока что еще Плохое качество Вот теперь Хорошее качество 180 Получится Миллилитров Даже больше чем надо Это очень хорошо Для этого Потребуется 1 час 18 Так Давай-ка я это Скину сюда Вот А не поместится Да Так На сколько у меня Хватит угля В целом В целом Угля хватает Но плавить эту штуку Мы будем уже В следующей серии На этом Эту серию я завершу Благодарю за просмотр Не забывайте о том Что ваши лайки Это Супер классная штука Так что Не забывайте Их Ставить О том видео Еще раз Спасибо за внимание Друзья Увидимся Очень скоро В следующей серии На этом все Всем удачки И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok